Соленые грузди, это само по себе очень вкусно. Однако, если сделать из них икру, вам откроется новый вкус этих грибов. Готовится икра из соленых груздей просто, а подавать ее можно к чему угодно. Икра из соленых груздей готовится довольно легко и просто, особенно если вы заготовили баночку соленых груздей заранее и теперь вам не требуется тратить времени на их заготовку. Грибная икра хранится в холодильнике или морозилке, поэтому можно наготовить ее впрок и подавать к разным блюдам. Икра из соленых груздей отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, жареной и отварной картошкой. Ее можно намазывать на бутерброды и тосты, а также использовать в качестве начинки для лаваша и пирожков, для большей пикантности вкуса. В готовую икру можно добавить столового уксуса или лимонного сока. В общем, применение грибной икре всегда найдется, а ее вкус придаст любому блюду особый оттенок. Итак, как приготовить икру из соленых груздей, рассказываю. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Репчатый лук мелко нарезаем. 2. Затем обжариваем на сковородке до золотистого оттенка. 3. Обжаренный лук вместе с солеными груздями измельчаем в блендере, прокручиваем в мясорубке, либо просто очень мелко нарезаем, получившуюся массу солим, перчим, тщательно все перемешиваем. 4. Грибную икру можно законсервировать, разлив по стерилизованным банкам и хранить в холодильнике. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Готовую икру из соленых груздей выкладываем в салатницу. Можете украсить блюдо зеленью. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Соленые грузди. 500 грамм. Лук репчатый. 1 штука. Масло растительное. 3 столовые ложки. Зелень. По вкусу. Соль. По вкусу. Перец. По вкусу. Количество порций. 5. Щелчок. Клик. Нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Друзья, до новых встреч!